Медь продолжает расти в цене. Согласно информации азербайджанских медиа, в ближайшие годы планируется значительное увеличение добычи медной руды в стране. Достичь этого планируется как за счет разработки новых месторождений, так и ускорения дальнейшей разработки уже существующих. Все подробности у моей коллеги Эльнара Ливы. Здравствуй, Эльнара. Пожалуйста, тебе слово. Приветствую, Минс. Спасибо. Благоприятная ситуация на рынке медиа и рост производства готовой продукции из данного цветного металла увеличивает объем валютных поступлений в страну. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам января-сентября этого года доход от экспорта медиа изделий из него составил 39,5 млн долларов. Данная цифра превышает показатель аналогичного периода прошлого года более чем в 2,5 раза. В то же время увеличение производства продукции из медиа привело к заметному снижению импорта. Вместе с тем, цены на медь в последние две недели показывают значительную волатильность. Стоимость цветного металла варьируется в коридоре от 9700 долларов до 10400 долларов за тонну. Напомним, что максимального значения цена меди достигала в мае. Тогда цветной металл стоил 10746 долларов за тонну. Можно считать, что рынок меди движется в растущем тренде. Долгосрочно рост может вполне продолжиться, если уровень майского максимума будет превышен. Однако в настоящее время наблюдается коррекция цен вниз, что обусловлено действиями китайских властей, активно ограничивающих спекуляциями сыровыми товарами. Основной причиной высоких цен на медь эксперты называют резкое сокращение его запасов на биржевых складах. По состоянию на 20 октября запасы на складах упали на 21,6% по сравнению с началом года. Ежедневные потери составили 5-10 тысяч тонн в день. Высокая инфляция, которая наблюдается в настоящий момент и пока ожидается в будущем, приводит в свою очередь к растущему интересу на активы, которые защищают от инфляции. В частности, к ним относится и медь. Таким образом, ралли на рынке меди было обеспечено фундаментальными факторами. Но, по словам эксперта, наличие месторождений не определяет возможность быстрого увеличения добычи. Так, старые месторождения постепенно истощаются, о чем свидетельствует снижение содержания меди в руде. Инвестиции в предыдущие годы были недостаточны из-за низких цен. Текущие высокие цены приведут к разработке новых месторождений через 5-8 лет. Еще одна проблема – низкий уровень инвестиционного климата в странах, способных увеличить добычу меди типа Перу или Чили. Впрочем, для разработки азербайджанских месторождений созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов. К примеру, 30 сентября этого года Азербайджан подписал соглашение с турецкими компаниями Этибакир и Артвин Маден для обеспечения георгоозведки и эксплуатации рудных месторождений Гашка-Чай, Эль-Байдаш и Ахдуздах. В Азербайджане у нас после освобождения Карабаха, Карабахский и Восточно-Зангезурского экономического района, у нас достаточно соответствующих месторождений. Я считаю, что этот процесс должен ускоряться. Сегодняшнюю конъюнктуру мирового рынка нужно уловить и быстро использовать этот момент. Привлечение инвестиций со стороны местных и зарубежных компаний в разработку рудных месторождений позволит не только увеличить добычу меди в стране, это также позволит более быстрыми темпами интегрировать данные регионы в национальную экономику. Спасибо большое, Эльнара. Было очень интересно. О росте цен на месть рассказала моя коллега Эльнар Алиева.